Ну чё, всем здрасте, всем привет! Я Андрей из Colors, вы на канале Emphasis. Добро пожаловать! Здесь мы говорим про давки, технологии, плагины, в общем, всё, что связано с созданием современной танцевальной электронной музыки. Сегодня тема у нас будет про братьев наших меньших, так сказать, про людей, которые только хотят, может быть думают, вкатиться в этот тяжелый, но интересный мир продакшена и начать писать свою музыку. Да, я знаю, что многие, кто смотрят мой канал, они уже прошаренные продой, они знают всё там про эквализацию, про давки, Reaper против Ableton, FL против Ableton, не важно, короче. Но есть люди, которые только всё на это посматривают и думают, блин, а как вкатиться то в это? А как вот начать, да? То есть как вот сделать, короче, всё вот то, что они делают, как это всё понять? Потому что, ну, типа я там обычный, допустим, работяга-заводчанин, не знаю, офисный работник, ну или там топ-менеджер какой-нибудь корпорации огромной, а хотелось бы мне творить, вот писать вот эту вот музыку, да? Поэтому сегодня видео будет именно для них. Если ещё раз вы прошаренный продюсер, вы, скорее всего, в этом ничего не найдёте в видео новом. Хотя, кто знает, может быть, всегда интересно даже таким людям посмотреть, скажем так, со стороны, то есть сравнить, с чего они начинали, да? То есть, может быть, какие-то ошибки, которые они совершали, увидеть тоже. Да, это видео я буду записывать оффлайн, к сожалению, то есть пока не позволяет мне интернет делать онлайн-стримы, то есть потому что мне нравится общаться с вами, отвечать мне какие-то вопросы. Вот, если вопросы у вас какие-то будут возникать по мере этого видео, ну или там после просмотра вам захочется чем-то поделиться своей историей, допустим, или ещё чем-нибудь советом для новичка, welcome в комменты, буду рад почитать. Читаю комментарии не только я, многим они полезны, поэтому, если хотите, пишите в комменты обязательно что-нибудь про свой путь. Итак, я тут накидал небольшой список того, что я считаю правильным путём, да, скажем так, да, то есть для новичка, вот, который с полного, с полного нуля решил начать создавать свою собственную музыку, да. Вот, ну и давайте пройдёмся по этому списку. Он, скорее всего, охватывает, скажем так, первый год, да, то есть первые вот шаги такого обучения, но, в принципе, если по нему идти, то можно за довольно короткий промежуток времени, не знаю, год, полгода, там, два месяца, у каждого свои способности, да, то есть каждый делает, ну, типа, как он может, вот, но он более-менее, как мне кажется, правильный. То есть этим путём я стараюсь вести своих же учеников, то есть, ну, тех людей, которые, например, у меня учатся, поэтому он уже опробован. Всё здесь логично, все, кто по нему идут, они более-менее всегда гарантированно приходят к какому-то успеху. Ну, естественно, что успех у всех понятия разные, у кого-то просто что-то получается уже успех, да, то есть у кого-то успех это, там, релиз в первый год, а? Такое тоже бывает вполне. Итак, что я считаю нужно с самого начала сделать любому новичку, любому человеку, который хочет вкатиться в создание электронной музыки, это определиться с её жанром. Да, я знаю, многие из вас, ну, пришли в музыку, потому что им музыка нравится, они, так скажем, живут, да, то есть музыка это не просто, там, какой-то фон, чтобы под неё, там, пожрать или сходить в клубасик пиваса, там, попить с друзьяшками, да, то есть это, ну, некие эмоции, то есть музыка вас цепляет, как и вам хочется, то есть эти эмоции передавать, ну, через свою музыку, да, и, естественно, я понимаю, что вы слушаете разную музыку, там, кто-то слушает хип-хоп параллельно с техно, параллельно с хаосом, кто-то слушает drum and bass, но ему также нравится UK Garage, можно слушать всё, что угодно, то есть можно быть меломаном абсолютно, вот, допустим, я вот стараюсь слушать всё подряд вообще, но писать всё-таки можно что-то только одно, то есть, да, есть уникальные примеры людей, которые, например, могут писать разные стили, могут писать сначала drum and bass, потом переключаться на техно, потом ещё куда-то их так постоянно мотают, и у них получается всё всегда круто, но это очень редко на самом деле, то есть по моим наблюдениям, где-то за, не знаю, из ста человек, один способен вот так вот хорошо, на хорошем уровне писать разные стили в основном не могут, создание музыки это очень такой трудоёмкий, комплексный процесс, и один бы хотя бы стиль охватить, поэтому нужно определиться с этим жанром, то есть проанализируйте, типа, что вам больше всего нравится, то есть какой вам стиль музыки больше всего заходит, то есть какие вызывают больше всего эмоции именно стили музыки, да, то есть, ну, допустим, вот у меня это был drum and bass, то есть я слушал разную музыку, там, альтернативного рока, до какого-нибудь хип-хопа, там, вообще, отлетевшего, но вот drum and bass, то есть я посмотрел эти треки, которые, ну, там, вот, гарантированно, я в плейлисте, если слушаю, то вот, ну, прям слеза вот вытекает, или наоборот хочется, там, плясать, танцевать, то есть должен быть один стиль какой-то. Выберите его, определитесь, и считайте, что на ближайший минимум год, ну, или, там, какое-то количество времени, да, то есть он станет вашим основным. Еще раз, это не значит, что нужно обязательно всю жизнь только к нему теперь прилипнуть, то есть, может быть, вы потом смените этот стиль на другой, но писать очень много от этого зависит и в продакшене, то есть самой технологии, как создавать разные стили, они сильно отличаются друг от друга, вот, очень много от этого зависит. Поэтому выберите свой стиль, это очень-очень важно сделать с самого начала, то есть не отвлекаясь, не распыляясь на другие стили музыки. Далее, новичку, естественно, нужно как-то распределить время, то есть создание музыки, это еще раз довольно ресурсозатратный, времязатратный процесс, то есть вы будете, ну, потеть, потеть первое время довольно сильно, поэтому, ну, я понимаю, естественно, что советы, типа, да, брось работу, хрен с ней, там, короче, заработаешь на музыке, лям первый, и все, поедешь на яхте, а Мары, короче, есть, пить шампанское, с шампанской кристалл, вот, они, конечно, не полезны, то есть, естественно, никто вас не заставляет бросать работу, то есть все там, ну, давайте исходить из такого стандартного, из такой стандартной ситуации, что вы работаете пятидневку, типа, вот, 8 часов поработали, пришли домой, типа, отдыхаете, да, там, поели, не знаю, чем там, телик посмотрели, в приставку поиграли, вот, желательно, крайне желательно, чтобы хоть какой-то был прогресс, выделять, как минимум, по часу времени в день, то есть, час времени в день, ну, гарантированно, через довольно быстрый промежуток времени, будет вести к результату, час, например, в два дня, или, там, два часа по выходным, результат будет заметно сильно тормозить, то есть, если, например, там, у вас есть шина, там, еще чуть девушка, еще какие-то другие штуки жизненные, ну, кто не без них, да, вот, скажите, что, там, дорогая, дай, пожалуйста, мне, вот, часочек в день, я посижу и буду заниматься, короче, вот этим вот делом, то есть, нужно обязательно распределить свое время, то есть, выбрать, ну, еще раз говорю, в идеале, это минимум час в день, если можно, то больше, конечно, можно два, можно три, но без сильной запары, часа в день, хватит вполне, вот, где вы будете, вот, каждый день, что-то делать, то есть, что делать, естественно, дальше мы тоже поговорим, распределитель свое время, без этого вообще никак, то есть, те, кто за ним, пытаются заниматься музыкой, например, такими наскоками, типа, вот у меня отпуск, раз там, в полгода, я посижу месяц, позанимаюсь музыкой, а потом опять за нее, ее брошу, так не будет работать, к сожалению, то есть, ты очень быстро все забываешь, очень быстро вылетаешь из этого всего процесса, поэтому нужно постоянство, это главный ключ. Следующий пункт, это определиться с давкой, очень легко сейчас потеряться, рынок давок большой, сейчас и FL Studio, и Ableton, и Reaper, и Cubase, и чего только нет, там этих давок, ну, штук 10, наверное, минимум, только самых главных есть, еще там дохрена всяких, всякой мелочи, и каждый в интернете, в чем проблема, да, каждый пользователь этой давки, этого секвенсора, это программа для написания музыки, будет с пеной у рта доказывать, что именно его дав лучше, чем остальные, то есть, именно FL, именно Ableton, именно Reaper, это все так, то есть, действительно, каждая давка, она в чем-то лучше, другой, в чем-то хуже, другой, то есть, по модулю, да, по среднему, скажем так, что нету какой-то идеальный дав, лучший или более плохой, поэтому я советую выбрать самые популярные дав, то есть, самых популярных их две, это Ableton, и это FL Studio, именно по этим секвенсорам, вы можете найти миллион всяких туториалов, обучалок, короче, то есть, какой-нибудь обязательно, продюсер, с которым вы там будете общаться, будет, ну, 90% работать, либо в Ableton, либо в FL Studio, поэтому я советую выбирать одну из этих давок, то есть, либо ту, либо другую, но очень важно, как только вы выберете одну из них, обязательно к ней вот все прилипнуть, на еще раз ближайший минимум год, то есть, не распаляться на то, чтобы, допустим, вот сегодня я поработал в Ableton, а потом увидел где-то там, ну, вот битвик есть, вот тут же Ableton только, только лучший, мне говорят, да, то есть, кто-нибудь там говорит, все это херня, то есть, короче, обязательно выберите одну, и на ней работаете до того момента, пока она не станет вам сжать, это произойдет, ну, не то, что не через год, это, скорее всего, и через 5 лет-то не произойдет, так что, просто выберите ту давку, тот секвенсор, который вам кажется, вам ближе просто по душе, например, ну, так, если мое мнение, да, то Ableton, он более простой, более понятный, наверное, для новичка, FL Studio более распространенный, поэтому, ну, по нему просто тупо больше обучающего материала, чем, хотя по Ableton, у него тоже миллион, на самом деле, то есть, если, естественно, мы будем такой секретный вопрос обсуждать, откуда взять эти давки, и то, и то есть народное, покупать, естественно, ничего там не надо, если у вас нет такой возможности, если вы пока, там, не обладаете средствами, чтобы вкладывать их в продакшн, и то, и то есть, короче, выбор за вами, либо Ableton, либо FL Studio, лично мой совет, это Ableton, просто как более простая, и понятная для новичка давка, следующий пункт, это купить минимально необходимое оборудование, и минимально необходимый софт, ну, из минимально необходимого оборудования, нам что понадобится, то есть, это обязательно какой-то компьютер, компьютер может быть абсолютно любой, более-менее современный, в нем важны несколько параметров, то есть, во-первых, это процессор, то есть, процессор, который вам нужен, ну, желательно что-то хотя бы уровня Intel Core i5, чем быстрее, тем лучше, это, естественно, всегда в порядке, но тут нету прям какой-то жесткой привязки, что типа обязательно нужен самый-самый топовый процессор, нет любой Core i5, допустим, какого-нибудь там предыдущего, или там через 2-3 поколения прошлых пойдет, то есть, важно, чтобы он был более-менее с большой частотой на еду, то есть, типа многоядерность, она, конечно, важна, но не совсем очевидна на самом деле, то есть, частота на ядро важна, чтобы все эти плагины обрабатывать, все это дерьмо, короче, также, конечно, важна оперативная память, ну, я советую хотя бы иметь от 16 гигабайт, самый минимум, ультра-миниум, это 8 гигабайт, но 16 гигабайт должно хватить абсолютно полностью, на любые потребности, то есть, если вы, конечно, не будете работать с кеми-нибудь там лютейшими сэмплерными библиотеками, вам 16 гигабайт за глаза хватит, не надо никакие иметь там 32, 64, это слишком много, то есть, для обычного продакшена, тем более, ну, в первый год-то, 16 гигабайт прям за глаза, плюс, конечно же, по современным меркам, необходимо просто иметь SSD-диск, то есть, желательно хотя бы 500 гигабайт, самый ультра-минимум, это 256, в идеале, это хотя бы терабайт, то есть, нам нужен SSD-диск для того, чтобы все быстро летало, всякие сэмплы, все такое загружалось, ну, как можно быстрее, то, чтобы не лагало, короче, пошел, и лаги просто дичайше, убивают любое, любое творчество, любое настроение, музыкой заниматься, сейчас SSD-шники стоят копейки, ну, если сильно надо, то можно, например, сделать связку из SSD-шника, например, на 512 под программы, там, под плагины, под все такое, и какой-нибудь там старенький, допустим, обычный жесткий диск под сэмплы, такое тоже можно делать, то есть, вот, например, у меня так, у меня SSD на 512, и еще есть жесткий диск, обыкновенный на терабайт, под сэмплы, но это не необходимо, то есть, ну, необходимо просто иметь SSD на 512 гигабайт, этого будет более чем достаточно для любого продакшна, и так получается, что для компьютера не такие уж и большие требования, то есть, если вы все эти требования, ну, посмотрите, проанализируете, 90% что у вас уже такой комп, короче, есть, то есть, такой комп, которого вполне хватит для того, чтобы писать, ну, любую современную танцевальную музыку, изи, легко, видеокарта, конечно, не имеет никакого значения, то есть, пока никаких плагинов, ну, кроме там, единичных, которые умеют с ней работать, не существует, поэтому видеокарту можете на это просто забить, если вы, допустим, в игры играть не будете, ну, стройки хватит, короче, то есть, в обычные процессоры, сейчас практически во все, включают встроенные видюхи, поэтому, хрен с ней, с этой видюхой, ну, если есть, если вам еще погонять, какую-нибудь дотку хочется, или какие-нибудь игры по наворочению, ну, можно, но не советую, то есть, компьютер для продакшна, скорее всего, у вас уже есть, но если вы хотите, например, совсем новый компьютер, и думаете, допустим, вы уже пользователь Мака, или просто присматриваетесь к Маку, можно также выбрать, например, Мак Мини, Мак Мини М1, например, самый дешевый компьютер от Apple, с процессором М1, не советую покупать ничего ниже него, то есть, это все будет просто печка тормозная, на 8 гигабайт памяти, 256 гигабайт жестким диском, стоит, ну, около 500 долларов, то есть, за это вы получаете просто великолепную машину, которая тянет любые современные давки, любые плагины, вот у меня, например, такой, вот, плюс к нему можно еще докупить сторонний жесткий диск, например, на терабайт, и получить просто за копейки охрененный комп, который не шумит, занимает вот столько места, как коробка конфет какой-то, тянет все на изи, ну, конечно, монитор нужно будет еще прикупить, но монитор это уже чисто по вашему выбору, то есть, можете брать тупо любой на самом деле, то есть, какой просто позволяет бюджет, ну, лично я советую хотя бы 24 или 27 дюймов, просто, чтобы все было большое, красиво, и глаза не надо было ломать, у маков есть свои преимущества, свои недостатки, если вы до этого никогда не работали на маке, то, возможно, начинать будет, ну, тяжеловато, но еще раз, лично мое мнение, как человека, который работал и на PC, и на маке, маке тупо лучше, ну, и там есть еще небольшие преимущества, именно в работе самой операционки, то есть, плагины легче контролировать, удалять и устанавливать, лучше работает звуковая подсистема, хотя это почти, никакой разницы не имеет с современным виндой, короче, комп чисто на ваше усмотрение, если хотите собрать сами PC, или у вас уже есть, ну, вот, я все рассказал, если хотите с мака, ну, берите что-нибудь уровня, макмини М1, самый дешманский вариант, для того, чтобы получить себе полноценный продакшн комп, также, кроме компа, нужно будет обзавестись, конечно же, какой-нибудь звуковой картой, да, во всех современных компах, есть звуковая карта уже встроенная, в принципе, на ней можно работать, и этот пункт можно пропустить, если совсем есть ограничение, жесткое в деньгах, но все-таки, лучше купить отдельную еще звуковуху, по сути, только ради двух причин, то есть, первая, это наличие драйвера ASIO, это именно Windows тема, то есть, только с этим драйвером можно более-менее комфортно работать, да, там есть еще всякие ASIO for all, есть какие-то встроенные в винде драйвера, короче, они все работают хуже, чем нативный вот этот вот драйвер ASIO, то есть, грубо говоря, драйвер ASIO, это драйвер, который обеспечивает нормальную работу, без задержек, без лагов, то есть, просто, чтобы вы могли там в своем, в своем секвенсоре запускать, нажимать на play, у вас просто все работало, там, не кряхтело, пердело, и другими какими-то отвратными вещами не занималась, вот, и вторая вещь, это звуковую карту можно подключить более-менее профессиональное оборудование, о котором мы поговорим позже, то есть, да, можно подключить наушники, например, в любой комп, ну, не все наушники, но многие наушники, даже мониторы, кое-какие можно подключить, но все-таки, для того, чтобы работало ваше оборудование максимально правильно, максимально корректно, надо звуковую карту иметь, то есть, вот эти две вещи, еще раз, звуковая карта не влияет на качество звука, то есть, вы не услышите, скорее всего, никакой разницы между встройкой, тот, который в вашем компьютере уже есть, и, допустим, вот какой-то внешний звуковой карты, то есть, нужно просто вот этот ASIO, и для того, чтобы подключить оборудование свое, ну, так, не знаю, девайсик просто приятно иметь, какой-то сторонний, да, тоже прикольно. Из конкретных моделей, которые я советую, то есть, я бы советовал брать что-то типа, вот такой звуковой карты, либо Focusrite 2.2, либо Solo, то есть, ну, стоят они не сильно дорого, не сильно дешево, конечно, есть звуковухи заметно дороже, есть звуковухи еще дешевле, то есть, ну, в пределах что-то 100 долларов, вполне спокойно можно выбрать, если вы, допустим, не паритесь по, кому, какому-нибудь бушному рынку, можно тупо зайти на любой ваш бушный сайт и, короче, там что-нибудь купить, тоже ок, то есть, такие штуки, как звуковые карты, они, ну, они плохо портятся, да, то есть, есть очень много челиков, например, которые, ну, там, всякие мужички, там, лет по 40-50, которые захотели стать продюсером, что-то покрутили, купили себе девайсов, не вывезли, и все это быстренько продают, короче, бушное тоже можно покупать, но, вот, я советую брать что-нибудь, хотя бы так в уровне, эту звуковуху я советую, чисто по своему выбору, потому что у меня тоже примерно такая же, тоже Focusrite, фирма старая, довольно уважаемая, хорошая, но есть многие другие альтернативы, есть от Steinberg, есть уадовские, короче, любая звуковуха в пределах 100-200 баксов, это, в принципе, хороший выбор, и она будет надолго, то есть, звуковуху не надо будет менять, там, каждый год, каждые 5 лет, она, скорее всего, будет вам десятилетия служить, пока вот тупо не развалится просто нахрен, то есть, она будет работать и обеспечивать абсолютно профессиональный уровень работы, поэтому, ну, звуковуху мы покупаем один раз, и на очень-очень долго, то есть, когда вам потребуется ее поменять, неизвестно, может вообще никогда, ну, и самая важная часть нашего оборудования, это то, через что мы будем слушать звук, потому что, ну, конечно, скорее всего, есть какие-то уже, там, колоночки, может быть, наушнички отстойного уровня, они все не подходят для того, чтобы музыку писать, то есть, для того, чтобы музыку писать, нужно ее, ну, правильно слышать, то есть, слышать все эти нюансы, слышать, как звук реально звучит, то есть, не приукрашены, допустим, каким-то хай-фай колонками, есть два варианта, то есть, есть либо вариант наушников, то есть, можно писать в наушниках, да, еще раз, любые холивары про то, что в наушниках нельзя писать, нельзя сводить, это все херня, можно, это люди делают спокойно, у этого даже есть большие преимущества, о которых сейчас тоже расскажу, наушники, либо мониторные колонки, то есть, можно тоже купить себе колонки, вот такие вот большие, ну, или, там, относительно большие, они все довольно большие, 5-дюймовые, 7-дюймовые, То есть они вот такие вот, вот такой вот херня, короче, будет у вас на столе стоять. Оба варианта в целом nice, то есть, ну, у того, у другого варианта есть свои недостатки и свои преимущества. Допустим, какие недостатки у колонок? То есть колонки, во-первых, они заметно дороже. То есть, допустим, цена одной колонки, более-менее профессиональная, да, то есть это где-то около 300 долларов. То есть, ну, примерно в этом диапазоне это за одну. Две это, соответственно, уже 600, а может быть и больше. То есть, ну, в целом многие люди говорят о том, что в пределах тысячи баксов, вот, ну, пара мониторов будет достаточно. Тысяча баксов. Ну, не у всех есть такая возможность отвалить столько денег, да, то есть за пару колонок. Вот, они занимают место, то есть нужно какой-то себе стол, соответственно, да, то есть приобретать. И самое главное, они очень сильно чувствительны к акустике помещения. То есть, допустим, если вы просто находитесь в какой-то стандартной, там, не знаю, новостройке, да, допустим, у вас много стен таких твердых и гладких, это все очень плохо для звука. У вас будет лютейшее эхо, у вас будет неправильный саунд. Ну, никакими пирамидками, там, яичными вот этими упаковками ни в коем случае не надо стены обделывать, это все абсолютно бесполезно. То есть, к мониторам обязательно требуется еще акустическая отделка помещения. Ну, либо, если у вас там помещение просто все в коврах, то есть, или там в каких-то, какой-то мягкой мебели, тогда можно, например, не отделывать. То есть, в целом, на отделку помещения, на всякие там акустические панели, еще другое дерьмо, выйдет, ну, где-то 200-300 баксов еще сверху, скорее всего. И то, это если вы готовы или там лепить к стенам всю эту хрень, короче, да, все эти панели, они будут выглядеть довольно отвратительно, довольно плохо. То есть, если хотите сделать, ну, прям студию себе, то, конечно, да, и у вас есть помещение под это, то можно покупать мониторы, можно обделывать акустически правильно помещение, может даже замерять. Вот, но все это, конечно, нереально. У многих людей, у большинства людей нету тупо такой возможности. Многие живут в съемных квартирах, ну, или просто не хотят портить себе стены банально, там, жена ругает, говорит, ты что, дебил, что ли, какой лепить сюда свои эти панели? Нет, конечно, давай картинку повесим. Вот, поэтому у мониторов много есть недостатков все-таки. Наушники этих недостатков лишены, потому что, во-первых, наушники стоят заметно дешевле. То есть, допустим, вот наушники, которые, ну, соответственно, это два наушника, они по одному не продаются, вроде пока еще до того не дошли. Допустим, хорошие наушники, ну, реально прям неплохого уровня, ну, стоят около 200 баксов. То есть, еще раз напоминаю, один только, одна колонка, один монитор стоил 300, а тут целые наушники. Вот, наушники не требуют никакой отделки помещения, то есть, их просто подключил к звуковухе, наделал и поехал, да. То есть, можешь, в принципе, если, допустим, ноутбук, компьютер, то можно там и на пляжике сидеть или где-нибудь в другом месте. Ну, короче, у них есть вот это вот большое преимущество, это мобильность. Мобильность и легкость в использовании. Везде, в любых помещениях, практически в любых условиях, все довольно easy. Ну, и звук, то есть, все-таки, звук у наушников, ну, легче, легче предугадать, его легче контролировать производителем, потому что наушники, они напрямую, вот как мои, допустим, прилегают к ушам. Гораздо большая вероятность, что именно через наушники вы будете звук слушать более правильно, чем через колонки. Потому что колонки, у них есть большая прослойка, да, воздушная, неизвестно там еще что по отражениям, неизвестно, как они у вас стоят, там есть целая технология, как нужно правильно ставить эти колонки, на каком уровне, да, то есть, чтобы там треугольник, не треугольник образовывался, то есть, это все, короче, геморно. А наушники надел, все, они к ушам прилегают, там проверил, чтобы, короче, все там, типа, прилегало, и погнал, погнал писать. Вот, и они звучат по-другому, то есть, баса там, ну, скорее всего, не ждите, не будет там какого-то прям супер-низа. Есть наушники, которые звучат, допустим, довольно рисковато, но тут мы приходим к такому важному моменту, что какой бы вы ни выбрали вариант, колонки или наушники, обязательно нужно к этому привыкать. Это главная ключевая вещь, которую забывают обычно любые там обзорщики, не знаю, там, советчики любого оборудования, которые советуют, да, типа, вот возьми самую крутую, крутые наушники берешь, короче, покупаешь на колонке, и все будет охеренно. Не будет, то есть, если любому человеку, даже прошаренному продюсеру, дать ему неизвестное оборудование, ему потребуется, конечно, какое-то время, как минимум, чтобы к нему привыкнуть, в течение которого он не сможет адекватно на них работать, то есть, просто потому что он не понимает, не слышит правильно звук пока. У всех немножко разное звучание, да, то есть, у наушников или у колонок, то есть, какие-то более басовитые, какие-то более верхастые, какие-то более серединистые, и нужно ко всему этому привыкать, то есть, важная вещь, что, что бы вы не купили в конечном итоге, на этом просто нужно работать, минимум, опять же, год, скорее всего, для новичка. Первый год просто безвылазно, нужно на этом сидеть, писать, работать, сводить, слушать музыку, все, что угодно, короче, делать, то есть, именно на том оборудовании, которое вы выбрали, не на любом другом. Не надо, сегодня я купил одни наушники, завтра купил другие наушники, сегодня пишешь на наушниках, завтра на колонках, это все очень сильно тормозит вот этот момент привыкания и, соответственно, тормозит вот момент, когда вы начнете понимать саунд, понимать звук, понимать, как звучит, и все это слышать тоже. То есть, это очень важный момент, который нужно обязательно учитывать. По секрету скажу, что даже в наушниках, да не знаю, чуть ли не любых, на самом деле, или даже хай-файных, или там на колонках от музыкального центра, теоретически, можно писать офигенную, качественную музыку. То есть, если правильно понимать, как она работает, если хорошо, ну, типа, научиться на них работать, тоже прислушаться, даже на любом дерьме можно работать, но все-таки лучше купить что-то более-менее, более адекватное. Лично мой совет будет для новичка прикупить наушники, именно не колонки, потому что, еще раз, слишком тяжело обеспечить правильное помещение под них, хотя бы наушники уровня Beyerdynamics DT990. То есть, отличные наушники, ну, много есть, естественно, холиваров, пишите свои любимые наушники в комменты, модели, их довольно много, но в пределах вот этих вот 200, там, долларов, да, той ценовой категории, они все плюс-минус одинаковые, то есть, плюс-минус одинаковые, там большой разницы нет. В 250 ом или в 80 ом, какие выбрать, опять же, разницы особо нет, это все в теории дает немножко разный звук, но, учитывая, что, скорее всего, вы вообще даже близко не умеете пока этот звук как-то различать, это все хрень. То есть, можно брать и минимально омные наушники, можно брать и 250, даже любая звуковая карта, которую мы до этого обсуждали, да, то есть, Scarlett, она тянет и 250, но лучше, конечно, прочитать, на всякий случай, мануал, то есть, тянет карта такие наушники или нет, но, скорее всего, 99%, что будет тянуть. Поэтому берем любые наушники, если есть возможность послушать их, например, перед покупкой, то есть, допустим, где-то в магазик прийти и искать там, ну, чуваки, давайте, я просто послушаю вот эти вот три варианта, да, вот BF Dynamics, там, KEM, Fostex, не знаю, еще что-нибудь. И, допустим, выбрать, какие больше нравятся именно по первым ощущениям, но не обманывайтесь именно этим первым ощущением, то есть, вам, может, наушники с первого взгляда не понравятся, но надо к ним привыкнуть, то есть, поэтому вы можете брать просто любые, на которые хватает денег, либо просто которые, ну, многие советуют, и к ним надо привыкать. Ну, если, естественно, я всегда оставляю вероятность того, что прям лютая будет непереносимость каких-то конкретных наушников, то есть, например, вот BF Dynamics, многие ругают за то, что у них, как бы, много верха, допустим, я вот этого не слышу, мне нормально верха, я вот тоже в BF Dynamics сижу уже много лет и вообще все отлично. Я говорю, лучше послушать и все-таки еще раз иметь в голове всегда такую штуку, надо привыкнуть. То есть, речь идет именно о месяцах, скорее всего, вот этой вот привычки, только тогда вы сможете более-менее адекватно понимать любое оборудование. То есть, итак, весь сетап это компьютер, еще раз, процессор i5, 16 гигов оперативки, и SSD обязательно хотя бы 512. Это звуковая карта, любая, да, то есть, уровня хотя бы Focusrite Scarlett 2.2 или Solo, для того, чтобы иметь драйвер ASIO, если на винде, и подключать наушнички свои, да. И это наушники или мониторы, ну, я лично еще раз советую наушники больше, потому что наушники, они такие более универсальные, и в них отлично можно так же писать, и сводить, и все, что угодно делать. То есть, на сетап и необходимое оборудование, если вот прям все покупать-покупать, да, то есть, нужно будет потратить около, ну, тысячи баксов, наверное. То есть, сколько это? 100 тысяч рублей, да, получается. Опять же, если, допустим, нет возможности сразу вывалить такую сумму, можно что-то покупать по отдельности. То есть, допустим, компьютер, ну, у вас же есть наверняка компьютер какой-то, сейчас тяжело представить, наверное, на человека без компа, да, то есть, какого-то домашнего, используя тот, который есть, ну, надеюсь, он более-менее у вас современный, даже 10-летние компании более-менее тянут все современные давки, вот, это и наушники. То есть, звуковую карту можно временно пока пропустить, но все-таки желательная связка, вот такая вот минимально базовая, это комп, это звуковая карта и это наушники. То есть, этого хватит более чем за глаза для того, чтобы писать музыку, ну, в течение минимум года или двух вообще абсолютно комфортно и приятно. Также, наверное, вы видели, что у многих музыкантов есть еще вот такие клавиши, MIDI-клавиатура. Это не синтезатор, это чисто для того, чтобы управлять виртуальными плагинами, да, всякими синтами виртуальными. Это чисто опциональная вещь, то есть, никто вас не заставляет ее покупать, она нужна, по сути, чисто для удобства, просто чтобы не мышкой нажимать, да, то есть, вот на клавиши, типа, так, тык-тык, удобненько. Поэтому можно брать любую, любую самую дешевую пойдет. Вот эти все крутилки, пэды, это все, конечно, хорошо, но в реальном продакшене это практически не используется. То есть, это, ну, по большей части в маркетинге, если честно. То есть, поэтому я бы советовал брать, ну, чуть ли не самую простецкую, вот какую угодно, вот, допустим, Akai, да. Там единственное есть отличие, то есть, есть MIDI-клавиатура с уменьшенными клавишами, то есть, они рили вот такие маленькие, то есть, если у вас, допустим, рука большая, то у вас тупо палец может нажимать одновременно на две клавиши. Это, ну, блядь, это неудобно, короче. Вот, есть с полноразмерными клавишами, есть полувзвешенные клавиши, да, то есть, это как на фортепиано, например. Вот, есть синтезаторная механика, вот, как вот эта вот обыкновенная. Ну, то есть, она полая, короче. То есть, она нажимается, как, ну, как клавиша. Не на пианино, да, то есть, это просто, ну, я даже не знаю, как это описать, короче. Ну, то есть, если вы как-то на пианине не играли, на настоящем, то есть, это не так. То есть, там более простой вариант. Именно пианинная механика не нужна, то есть, для таких обыкновенных продюсеров это слишком оверкилл получается. Ну, типа, вот, берем любую самую доступную. Крутилок по минимуму надо. Единственное, что советую брать клавиатуры там, где есть вот эти вот колесики. Короче, колесо модуляции, колесо печа, ну, вот эти, да, они сейчас много где стали заменяться, вот эти вот колесики, ступо клавишами, клавиши не так удобно. То есть, ну, рили, вот эта штука, которая действительно пригождается, и, ну, клавиши, просто кнопочки, они, короче, дерьмо, если честно, по сравнению с колесиками. Ну, или бывает еще вот такой вот вариант. У меня вот, допустим, такая клавиатура. Тут не колесики, не клавиши, а сенсорные панельки. То есть, вот эта вот штука, типа, ты по ней пальцем ведешь, и она, ну, как колесико работает. Менее удобно, то есть, все-таки советую вот эти простые, ну, абсолютно деревянные, но работающие отлично, просто колеса. То есть, туда и сюда водить вот эту всю фигню, питч и модулейшн. Так, ну, оборудование обсудили. Что нам нужно из минимально необходимого набора по софту? Ну, во-первых, конечно, любая давка, любой секвенсор, программа для написания музыки поставляется с огромным выбором сейчас встроенных уже плагинов. То есть, вообще, по сути, ну, можно даже вообще тупо ничего не качать. То есть, можно брать, допустим, в A-Bot они и пользоваться вот всем, что есть встроено. Там есть все, что нужно для того, чтобы писать любой трек, любой стиль, а в современной абсолютно музыке, любого качества абсолютно. И эквалайзеры, и компрессоры, и дилей, и чё ток там нет. Вот в A-Bot они, допустим, и автотюн завезли. Короче, тут есть очень много встроенной годноты. И инструменты, и эффекты, и миди-эффекты. Всё это имеется. Но, всё-таки, для того, чтобы более-менее комфортно, например, работать хотя бы с тем же синтезом, я бы советовал ещё приобрести, ну, или приобрести синтезатор Serum, потому что всё-таки он очень визуально понятный. То есть, ну, в отличие от интерфейса A-Bot, допустим, да, то есть, или многих встроенных других синтов, он очень визуально красивый, понятный, для него миллион пресетов, то есть, уже с кем-то сделанных звуков. Короче, Serum must have. То есть, ну, либо на крайняк можете взять ещё Vital. Vital — это бесплатный Serum. Тоже пойдёт. То есть, в принципе, у него все такие же есть плюсы, как и у Serum. Тоже визуально всё понятно, что происходит, всё красиво. Тоже пресетов много, но немножко поменьше. Но всё-таки Serum такой больше стандарт. Но, опять же, одно платное, либо надо воровать, а второе как бы бесплатное, и бери не хочу. Поэтому, ну, либо Vital, либо Serum. В принципе, для синтеза пойдёт. Всё, все остальные плагины пока первое время не являются необходимыми. То есть, всё, что нужно, есть уже в составе любой давки. В FL Studio, в Able Tone. Всё необходимое имеется. Поэтому забиваем на остальные и другие плагины. Стараемся игнорировать то, что кто-то там говорит. А вот ты видел, вот плагин крутой. А вот он тебе нужен. Помним всегда, что это всё маркетинг в основном. То есть, ну, эти плагины, они, естественно, ну, типа, пиратов не берём во внимание, да. То есть, они рассчитаны на то, чтобы их продавать. А продавать пока, ну, как бы некому, потому что ты ж новичок-то, собственно говоря. Поэтому забей. То есть, просто берём и юзаем все вот эти вот стандартные плагины. И горе не знаем. Ну, Serum чисто для удобства. Serum или Vital чисто для удобства. Всё. Всё остальное есть в твоей давке абсолютно. Итак, когда ты определился с жанром, распределил время, купил минимально необходимое оборудование и минимально необходимый софт. Дальше начинается момент X. У вас уже есть подготовленное, скажем так, рабочее место, да, для того, чтобы начать творить. Но нету знаний. То есть, теперь для того, чтобы музыку писать, нужно что-то в ней понимать. Поэтому нужно начать последовательно. Именно последовательно изучать, как вообще музыка пишется. Вот я тут накидал такой небольшой список. Последовательность, которая, по моему мнению, является правильной для того, чтобы новичок последовательно и в нужном порядке изучал всё, что касается продакшена. Начинать я советую с интерфейса выбранный дав. То есть, ну, типа просто ту давку, которую ты выбрал. Например, там, не знаю, Ableton. То есть, вводим на ютубе том же сам Ableton, туториал, допустим, да. То есть, ну, или какой-нибудь русскоговорящий мануал. Тут вот есть миллион всяких разных видосов, плейлистов. Да куча их на самом деле. Ableton для новичков от славы Marlowe уже. Короче, до хрена. То есть, нужно сначала изучить то, как работать в той давке, которую ты выбрал. То есть, ну, по FL Studio, естественно, то же самое. То есть, есть просто миллион этих туториалов по FL-очке. Обычно почему-то вот такие вот ребята FL-очку преподают. Ну, популярно, потому что у битмейкеров, наверное, быть таким на FL-очке писать. Вот. Короче, начинаем с интерфейса. То есть, как в ней работать, что такое аудиотреки, мидитреки. Вот это вот всё, короче, нужно сначала разобраться, вот как работать в FL-очке или в Ableton. Привыкнуть, опять же, к ней тоже полезно. Вот. Далее идёт теория музыки. То есть, нужно обязательно понять, как вообще, по каким принципам музыка работает. Это не так-то просто, на самом деле, понять. Но крайне советую, опять же, посмотреть парочку туториалов. Типа там, Music Theory. Посмотреть парочку видосов. Понять, что всё, в принципе, не настолько сложно. Знание нот, на самом деле, вот этих прям нотного стана не требуется. То есть, нужно про теорию музыки знать, ну, буквально, да. То есть, вот как вот эти ноты называются, определяются. Ну, типа, как их прописывать. Как аккордики ставить, например, да. То есть, что такое тональность и как это использовать. Всё. То есть, это всё довольно easy, на самом деле, в течение, там, ну, дня, наверное, изучается элементарно. Но вот, надо обязательно это тоже всё пройти, потому что без понимания, как музыка работает, какие ноты, после каких можно нажимать, грубо говоря, будет очень тяжело музыку писать. Она будет писаться, но будет работать, это примерно так, типа, один трек ты написал за полгода, а потом сидишь ещё полгода и кукуешь, и не можешь никак не развить те идеи, которые у тебя есть, да, там, ну, не дописать. То есть, это слишком рандомно получается. Поэтому теорию музыки нужно понимать. Следующий пункт это синтез. То есть, нужно обязательно понимать, как вообще звуки крутятся, как вообще работает синтезатор. Опять же, тут нам помогает наш серум, потому что здесь всё гораздо более визуально понятно. Вот как фильтрик там работает, да, там резонанс, что такое, что такое вейвтейбл. То есть, короче, с этим тоже нужно разобраться. Это не так-то сложно, но не так-то просто. То есть, синтез, темка важная, ну, для многих это вообще чуть ли не основной вообще процесс продакшна, да, то есть, кручение каких-то своих звуков. Ну, в общем, короче, поразбираешься, это обязательно нужно. И сэмплинг. То есть, сэмплинг это тоже очень важный инструмент при работе с электронной музыкой. То есть, грубо говоря, надо иметь что делать. Возможность взять, вот, например, любой аудиофайл, загрузить его в сэмпл. И превратить это в инструмент. То есть, можно взять свой голос, можно взять всё, что угодно. То есть, сэмплер обязательный инструмент для создания любой танцевальной электронной музыки. То есть, начиная там от драм-н-бэйса и техно, заканчивая такого там эмбиентом, просто лютым. Без сэмплера вообще никуда. То есть, это два способа получения звуков вообще для трека, да. То есть, чтобы их не просто из сэмплов там брать, а вот, ну, хоть как-то звуки получались какие-то свои. Вот, далее нужно разобраться в компрессии. То есть, как это вообще работает. Опять же, про компрессию миллион туториалов. Компрессион туториал, да. То есть, что это такое, в каких ситуациях это применяется. Везде это всё есть. Ну, естественно, я молчу про то, что уже даже на канале Emphasis нашим, то есть, были видосы и про компрессию, и про синтез, и про сэмплинг, про всё это всё есть. Если, ну, интересно, вот можешь и на этом канале, на нашем тоже посмотреть. Компрессия и эквализация тоже туда же идёт. То есть, эквализация это самая сложная часть продакшена, сведения. Вот, как вот эти все частоты работают, да. То есть, что, в каких ситуациях нужно делать. Это всё, конечно, непросто. Но, опять же, тут, как и во всём продакшене в целом, важен опыт, короче. Важно просто, вот, типа, в этом всём ковыряться. Не в теории знать, да. То есть, где-то там что-то теорию прочитать, начитаться книжек. А вот именно просто ковырять на реальных своих треках, на реальных примерах. И, ну, тогда всё будет круто. Но эквализацию, да. То есть, не нужно тоже разобраться. Темка сложная. За, ну, за день не вкатишься. Но, в принципе, чем больше будешь заниматься, тем больше будут положительные результаты какого-то. Далее у нас идёт анализ референса. Тоже очень важный момент для того, чтобы, ну, ты смог правильно научиться вообще понимать эту музыку грёбаную. То есть, что такое референс? Референс это трек-ориентир. То есть, грубо говоря, чей-то чужой трек, которого продюсера, которого ты уважаешь, любишь, он там качественную музыку делает, говна точно не лепит. То есть, берём этот трек и начинаем его анализировать. То есть, анализировать его аранжировку. То есть, где у него что, да. То есть, сколько у него идёт там начала. Что у него идёт после, допустим, мейнтера. А как вступает часть дропа, а что там происходит, какие там звуки. То есть, можно прям вот сидеть и выписывать себе чуть ли не в текстовичок, да. Завести дневничок какой-нибудь для того, чтобы просто вот этот анализ, ну, типа, себе записывать, да. Плюс анализ референса очень, конечно, будет важен, когда встанет речь о сведении. То есть, чтобы не гадать, например, звучит ли у тебя трек хорошо, а может быть нет, а может быть да, хрен его пойми. То есть, ты просто сравниваешь с референсом, и если, ну, типа, звучит более-менее соизмеримо, значит всё правильно. Но это помогает ещё и опытным продюсерам тоже потом отлавливать косички какие-то в звучании. То есть, короче, анализ референса и вообще вот этот вот анализ, шевеление мозговиной, очень важный вообще на самом деле процесс в создании музыки на протяжении всего вообще, всей жизни, наверное. То есть, очень тяжело у себя в голове там что-то правильно выстроить, настроить, гораздо легче на что-то ориентироваться, подравняться, скажем так, к такому среднему уровню, да, то есть, а потом потихонечку уже расти. Референс крайне обязательно нужно анализировать, уметь и учиться. Также ещё одна стадия это создание правильной аранжировки. То есть, опять же, здесь референс поможет, и чтобы не наделать лишних косяков, чтобы всё шло логично, друг за дружкой, как принято. Аранжировка в танцевальной музыке электронная, она довольно шаблонная, то есть, всё это связано с тем, что эта музыка, ну, для диджеев, и её играют диджеи, поэтому, в принципе, там всё очень друг на друга похоже. Опять же, берём референс, типа, анализируем, где у него что, да, там, расставляем, допустим, в Ableton, если ты работаешь, или в любой другой давке, вот эти маркеры, подписываем, где, в какой секции, что идёт, зачем, и пытаемся повторять. Копирование — это абсолютно нормальное действие, которое делают, ну, большинство продюсеров, но в начальном этапе вообще никто не стремается, и это нормальная работа. У тебя не будет получаться даже при копировании точно такие же треки, ни в коем случае. Вот, ну и мастеринг. Мастеринг — это тоже самая такая финальная, наверное, стадия создания трека, полировка его. По мастерингу научиться довольно тяжело, то есть всё-таки это уже после, ну, всего, наверное, процесса обучения продакшену, да, то есть должно происходить. Но кое-какие вещи тоже про мастеринг надо знать. То есть, допустим, как подровнять громкость, типа, до нужного уровня, да, то есть чтобы трек был правильно в уровне, если, например, кому-то посылаешь, допустим, чтобы он не офигел от того, что твой трек слишком тихий или слишком громкий. Опять же, всё есть вот на моём канале, если интересно, можешь посмотреть. И тут есть про мастеринг. И вообще просто если ввести, да, там, допустим, мастеринг, туториал, то тоже можно, на самом деле, найти кучу материалов по мастерингу, как его делают на английском, на русском. Короче, дохрена это всего. Если хочешь, вон, изучай, смотри. Вот, но лучше, говорю, это делать именно в конце, когда уже вот это вот всё пройдено. Вот, ну и последняя стадия обучения. Понять, что это надолго. Да, надо сразу понимать, что за месяц, за два, даже за полгода, скорее всего, результат будет вот таким, микрописячным. Скорее всего, много будет проблем, много будет проб и ошибок, много будет непоняток. Это норма. То есть нужно быть готовым именно к долгой работе. нужно стараться всё-таки в голове у себя где-то держать, что простую мысль, на самом деле, любая... Это, блядь, цитата Джесси Нсетхама, на самом деле. Вот, будешь работать, что-то будет. Не будешь работать, ничего не будет. Короче, любая работа, да, то есть если будешь хоть что-то, в чём-то ковыряться, она когда-нибудь, в конце концов, обязательно купится. То есть обязательно настанет момент, когда пойдёт этот прогресс, пойдут результаты, всё это будет. Единственное, что не жди этого результата, да, то есть не сиди и не такой, блин, вот чё я не написал трек ещё, да, вот пишу уже там полгода, трек ни одного не написал. Старайся думать именно, то есть анализировать свои, ну, слабые стороны, сильные стороны, допустим, вот что, в чём ты не разбираешься, да. То есть, допустим, ты не можешь написать трек, потому что у тебя что, звуков не хватает? Ну, тогда синтез надо, может, разобрать, да, то есть или с сэмплингом поработать, или, может быть, референс поразбирать. Может, плохо у тебя звучит, но может, тогда надо в эквализацию или в компрессию углубиться и немножечко поковыряться в ней, да. То есть, короче, продакшн весь это про думанье. Нельзя в тупую, да, то есть просто брать и чё-то, ну, типа, делать. Это, ну, может быть, когда-нибудь приведёт к результату, но очень это будет долгий процесс, на годы будут рассыгиваться. Опять же, есть люди, которые пишут десятилетиями музыку и не могут, ну, даже качество треков своих достойно обеспечить, да, то есть или вообще не имеют треков. Такое тоже бывает. То есть, опять же, если не будешь думать, ни хрена не будет. Вот всё просто. Надо думать. Ну, надо делать и надо думать. Вот, в принципе, простая последовательность. Ну и, конечно, финальный пункт. Надо общаться с единомышленниками. То есть, найди себе какой-нибудь кружочек, там, не знаю, комьюнити, чё угодно, чатик, где ты будешь именно с кем-то, кто с тобой на одной волне. То есть, обсуждать продакшн, обсуждать вот эти все вопросы, скидывать свои демки, скидывать треки. Это всё обязательно важно. То есть, ну, этих чатов очень много. Например, у меня тоже есть свой чат Emphasis. То есть, если интересно стать участником комьюнити, можешь сюда тоже зайти. Тут можно скинуть и свою демку, и про продакшн вопросик задать, и просто поавтопиться, и в созвонах поучаствовать. Ну, естественно, этих комьюнити довольно много разных. То есть, есть и чатики разные, вот, по битвегу, и по риперу. Если интересно, присоединяйся к разным комьюнити, везде общайся. Не надо стесняться ни в коем случае. Не надо говорить, я стесняюсь своего трека, типа, вот у меня такой плохой ещё. Да хрен с ним, на самом деле. То есть, главное получать фидбэк, главное относиться к критике более-менее адекватно. Понимать, что ты, ну, пока ты лошпед, ничего не шаришь, но потом потихонечку ты, получая критику, улучшаешься, улучшаешься, улучшаешься. И потом ты раз уже и не лошпед, а ты уже и кому-то сам советы даёшь. Короче, всё в общении, на самом деле, происходит. Советами кто-то обменивается, что-то кто-то услышал, что-то подсказал. Это очень важно. То есть, ну, нельзя быть в своей вот этой конуре, в своей, блядь, ракушке постоянно. Это не будет работать. Вот такой вот мой список. Ещё раз, он был довольно многолетним опытом подтверждён. То есть, в целом, всё это так и есть. Если ты проанализируешь, там, успешные пути любых продюсеров, ну, практически все шли примерно по одному и тому же сценарию. Кто-то может что-то пропускать. То есть, кто-то, например, годами не может определиться с жанром. Кто-то не может время распределить и, допустим, работает время от времени. Кто-то прыгает под давком и постоянно не может определиться с ней. У кого-то нету минимального необходимого оборудования. Или, допустим, наоборот, он купил себе всё оборудование, которое было. Кто-то, там, не знаю, не обладает знаниями многими, да, то есть, по продакшену, но это не мешает ему музыку писать. То есть, всё строго индивидуально. Ну, вот если как бы обобщить, да, то есть, более-менее вот этот список, он охватывает вот всё, что нужно новичку знать и делать для того, чтобы начать писать просто свой музон. В любом стиле, опять же, музыки, неважно в каком. Ещё раз напомню, что это видео я записывал оффлайн, то есть, я не мог отвечать на ваши вопросы онлайн, к чему я очень сильно привык, и мне это помогает вообще держать вот этот вот флоу, вайп, скажем так. Не забудьте что-нибудь написать в комментариях, согласны вы с моим вот этим паттерном, не согласны, какой у вас был, например, тоже будет интересно потом, ну, чекнуть, что, кто вы-то вообще, а? Ты кто? Ты кто, как говорится? Вот, не забудьте подписаться на канал, здесь можно найти много видосов по всем темам, которые мы сегодня обсуждали. Вот, лайк тоже поставить, обязательно, лайк надо поставить. Подписаться на нашу тележку общедоступную, то есть, в телеге у нас общедоступно, есть такие краткие выводы по видео, анонсы, скоро будет раздачка бесплатной годноты, вот, ну, надо быть подписанным. Ну, и, конечно, в комьюнити наш вступает, то есть, комьюнити это место, где продюсеры растут, развиваются, из личинки превращается в бабочку продюсера, то есть, продюсерам обязательно нужно общение, поэтому, если хочешь, вот, заходи тоже в комьюнити, тут общение имеется, можно и демки скидывать, и в сезонах поучаствовать. Ну, так что, всем спасибо, увидимся очень скоро, пишите музыку, творите, пока! Субтитры сделал DimaTorzok